День ЧД Τοст Вкуснятина Поехали День ЧД Это что? День ЧД Или День ЧД Или День ЧД День ЧД И почему-то спрячется по домам. Дорогие горожане, напоминаем. Сегодня день ЧД, день чёрной дыры. В три часа дня вероятно повторение кошмарных событий прошлого. Поэтому все сидим по домам. А уж если по дурости вышли на улицу, соблюдайте полную тишину. Кто не спятался, я не виноват. Привет, Майя! Соня, хорошо, что ты успела до трёх часов. Привет. Мафи, Бибо, привет. Уже началось? Нет, это Ник припёрся. Ну что, всё уже в сборе? Нас Майя позвала. Пересидеть день ЧД. Вот, в честь этого вашего дня чрезвычайной доброты я и сделала торт. Но день ЧД это не... Та-дам! О, личинка козойского слизняка. Дурацкая шутка. Ну, Ник у нас специалист по дурацким шуткам, а я по тортам. Итак, оранжево-синий, не содержащий глютена, молока и изюма, органический с анчоусами и ореховым маслом потрясающий супер-торт Сони. Такими штуками чихают киты. Из него что-то вытекает. Органические сопли. Ник! Хм, ну, кстати, похоже. Фу, Майя вляпалась в сопли. Ха-ха! Это банановая начинка. Прости, Соня, но ты ведь раньше не делала тортов. А новые лекарства, например, сначала дают собакам. У нас нет собаки. Сейчас будет. Ты же в тоствеле. Ой, какой хорошенький. Попкорн. А вдруг у него блохи? Это у тебя блохи. Отличный пёс, новый. Пусть пробует торт. Попкорн. Кушай, пёсик. Пёс выжил. Угощаю всех. Похоже, сочетание кетчупа и конфет было не в кассу. Ой. Всё, что съели, на мой ковёр. Не торт, а биологическое оружие. Попкорн? Фу. И вообще, икать надо на улице. Гулять. Прежде чем есть, надо было дождаться реакции пса. Или первый Майю накормить. Достал. Час чёрной дыры. Соблюдайте тишину. Уже три часа. Попкорн. А кто видел Соню? Попкорн. Ко мне. Надо идти за Соней. Это самоубийство. Но чёрная дыра не приходила уже два года. С тех пор, как она сожрала мадам Косинус. Тогда Соня в безопасности. А если дыра вернётся, ждите здесь. Соня! Попкорн! Ой, что это? Это что сейчас было? Ну-ка, вернула собаку! Помогите! Ребёнок в опасности! Эй, мальчик, скорей сюда! Я вообще-то девочка. Ну, кто вас разберёт? Спасите! На помощь! Это было ужасно. Но зато я выяснила, что Тостли очень отзывчивый. И всегда готова прийти на помощь. Где же она? Я что-то слышу. Соня хочет. Нет, Соня должна. Как же там кодовые слова? Эй! Чёрная дыра! Дырка Бублика! Ник, уводи Соню! Соня! Ой. Ну что, дырка-головая, сфоткаемся! Она сожрала Майю! Майю? Нашу Майю? Вот тварь! Чтоб её и Кота разобрала! И Кота? А, у неё нет горчицы! Тёрку я нашёл. А где Майя и попкорн? Их сожрала чёрная дыра! Я должна заново сделать свой оранжево-синий, не содержащий глютена, молока и изюма, органический с анчоусами и ореховым маслом, потрясающий суперторт Сони! Думаешь, лучше отравиться, чем дать себе сожрать? Ну, что нашла? Пришлось импровизировать. О, на этот раз вкусно! Да, совсем другое дело. От такого торта дырайкать не будет. Вот, отстой! Значит, новый торт был нужен, чтобы дыре стало плохо. А кусочек старого не подойдёт. Маффи, ты не съел свою порцию? Признаться, не рискнул. Майя, попкорн! Фотка не выкладывается. А, тут не ловит. Эй, ты! Чеде! Чокнутая дылда! Чесотка доставочая! Жри меня! И что, жертва была напрасной? Торт сработал! Торт сработал! Тоня! Тоня! Майя! Я так рад, что мы... Ну... Спасибо. Друзья, сегодня... Оранжево-синий, не содержащий глютена, молока и изюма, органический, с анчоусами и ореховым маслом, потрясающий супер-торт Сони! Спас нам всем жизнь! И я, как мэр Тоствеля, вручаю Соне орден почётного гражданина с правом посещения Тоствельской школы. Ура! Ах, вот вы где! Пиздельники! Только не это! Мадам Косину свернулась! Мадам Косину с моему сыну тоже как-то колов понаставила! Нехорошо, девочка! Что за мадам Косину? Наша математичка! Её два года назад проглотила чёрная дыра, и мы пару лет жили счастливо! А теперь монстр вернулся! Бежим! Стоять! Ну что, Бестолыч, 52 умножить на 3! Быстро! Сто пятьдесят шесть! Ну и тут я уже вспомнила кодовые слова. Сони надо домой! Когда спасаешь мир от монстра, рискуешь выпустить нового монстра! Короче, сообщаю всем подписчикам, что у Тоствели всё как у людей, но совершенно по-другому. И отвечаю Патрику из Торонто. Самая клёвая в Тоствеле группа – это Хэппи Стоунс. Пока, рука! Дочки матери Привет, это Соня. Я обожаю проводить время в Тоствеле. Соне надо в Тоствеле. Соня, скорее! Через пятнадцать минут у тебя занятия по верховой езде. Соня, собирайся! У тебя кружок программирования. Спортивная рыбалка! Вязание! Нет, я люблю все эти занятия, но я бы хотела больше времени проводить с друзьями. Соня, ты где? Соня, надо в Тоствель! Соня! Скорей, скорее, скорее! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Тоствель, это всегда так круто! Пока, Шарфик! Конечно, я рассказала друзьям о своей проблеме. У меня бы давно голова лопнула от этих кружков и занятий. Ага. У моих детей будет полно свободного времени. Только отдых и никаких кружков. Кстати... Ха-ха-ха! 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 О-о-о! А мафия испекли в печке! О-о-о-о! Опа горит! Даже чуток передержали. Но чаще Тоствель производит бата! Бата! Большинство Тоствель появляется из неё. Да уж. Ха-ха! Вот это красавчик! Вылир ты мой папа! Ой! Нет, скорее твоя мама! О, ну как так? Только родился уже бронхит. Ого! У вас рождаются старыми? Конечно. А у вас разве не так? Ты что? У нас стареет постепенно. А что, каждый может заказать ребёнка у баты? Да. Но лучше сначала пройти что-то вроде теста. Да. Бата сделает цифровую копию тебя. Она не настоящая, но выглядит как настоящая. Хочу! Хочу тоже! Хочу себе маленькую Соню, чтобы сделать её счастливой. Если ты согласна взять у баты копию, лизни палец и приложись здесь. А, ясно. Это чтобы получить образец моего ДНК? ДН чего? Тоствель всегда слюнявит что-нибудь, когда хотят заключить договор. А, это вместо подписи. Да. Ой, круто! Красотуля! Она будет активирована ровно три часа. Моя маленькая! Я тебя назову Моней! Соня! Моня! Соня! Моня! Соня! Ха-ха-ха! 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 Ха-ха! Сначала всё шло здорово. Соня, крыжить! Соня, летать! Ха-ха-ха! Соня, скакать! Ха-ха! Но потом я немного запарилась Соня, нужен отдых Соня, у нас супер-турбо-новость Через час на городской площади выступают Хэппи-стук Моя любимая группа Соня, копать! Простите, ребята, не могу пойти У Мони столько энергии Надо ее развлекать Копать, копать, копать! Запиши ее в кружок тосли землекопов Они постоянно копают Это кто? Твоя сестра? У меня тест-драйв материнства И это пробник моей дочери Вот круто! Мы за ней присмотрим Отлично, тебе здесь понравится А после концерта я тебя заберу Пока Копать! Копать, 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 копать Копать, копать, копать Копать, 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 копать Копать, 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 копать Ай-яй Моня, я вернулась Моня? Ау! Би! Бо! Кто-нибудь Ну я кто-нибудь Чего вопишь? Здравствуйте, господин кто-нибудь Вы не видели тут такую Маленькую меня? Из ней двух близнецов Не видел я никого Но Сожри меня, черная дыра Кто-то продырявил сырную мембрану О, понятно А вот это ты напрасно Там варенье мне накормят Тогда я уже знала, что сырная мембрана разделяет Тостленд на две части На одной стороне расположен Тоствель, где живут Тостли А на другой темные земли Там живут жуткие и коварные крамбулы А! О! Так вот она какая! Темная сторона Интересно, а как выглядят крамблы? Те трое молчат, но дырка, из которой они появились, должна быть где-то здесь Ничего, крюк заставит их говорить О, жуткие в самом деле А там, наверное, они держат пленников У меня они быстро заговорят Клянусь горелой коркой Но сперва чашечку ароматной жижи Я бы могла сказать, что всё шло по плану Вот только никакого плана у меня не было Соня! Копать! Копать потом, сейчас спасать! Бесполезно! Оно запрограммировано, чтобы открыть могли только крамблы Запрограммировано? Я хожу на программирование уже два года Сейчас перепрограммирую Ага Ага И вот так Ой, не то Сделаем так Снова не вышло Ага Вот, вот и так Спортивная рыбалка Отличная наживка! Бежим! Беглицы! Верховая езда! Понял, скакать! Скатить! Вперёд! Легко дня! Вот так Не напугал! А-а-а-а! Хороший конь! Вот бы показать тебя моему тренеру по верховой езде! Не смеши мои подковы! А-а-а-а! Говорящий конь! Соня! Скорее! А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Соня! Моня! Соня! Моня! Моня! тост, ля? Ну, может, в следующий раз. Соня, пора домой. Быть матерью это вам не в куклы играть. Соня, где же ты? Иду, пап. Вот так я впервые увидела Крамблов. Жуткие создания. И специально для Тима из Нью-Йорка. На концерт Хэппи Стоунс я успела. И это было классно! Пока, рука! Заповедник Привет, народ! С вами Соня. Я в тот день спорила со своим другом Максом, кто опаснее. Акулы или медведи? Конечно, медведи! Ах, хватит! Ну и для снятия стресса я решила немедленно отправиться в тоствель к Майе. Она со мной всегда соглашается. Соне надо в тоствель. Странно. Майя же знала, что я приду. И Ника дома нет. Мафии! А Майя у тебя? Мафии! Ой! Ах, вот ты где! Привет, Майя! Важный вопрос. Какое животное самое... Ой, что случилось, Мафия? Ник, он такой... такой... Мафия и Ник здорово поспорили. Поспорили? О чем? Не о медведях ли случайно? Кажется, о розыгрыше... И убегая, Ник кричал... Я тоже могу быть серьезным и докажу это! Поеду работать в заповедник! Это для тебя достаточно серьезно! Заповедник? Интересненько. Ага, это очень крутое место. Он находится в лесах теней. Там постоянно появляются новые виды растений и животных. У них там даже есть главный зоолог, который составляет их каталог и все такое. Там должно быть полно опасных животных. Мафия, если мы отправимся в заповедник вместе, вы с Ником наверняка помиритесь и снова будете дружить. Ни за что! Да брось, Мафия! Если согласишься, я поделюсь с тобой конфетами. Хм... Ладно, тогда мы поедем с Майей. Мафия, это Ник! Я нашел нечто невероятное! Ты должен это увидеть! Ага, конечно. Наверняка очередной розыск. Розыгрыш. На этот раз никаких розыгрышей! Это потрясающе! Ой, стойте! Что это? А-а-а! Это он серьезно или шутит? Я серьезно! Очень серьезно! А-а-а! А-а-а! Ого! Кажется, Нику нужна помощь. Да! Отправляемся в заповедник! О-о-о! Как тут здорово! Как по-вашему, тут водятся опасные звери? Ну, более опасные, чем медведи! Медведи? А это что? Ребята! Вообще-то мы Ника пришли спасать! А-а-а! Точно! С чего начать? С главного зоолога! Вон его офис! Стойте! Ник наверняка установил там кучу ловушек, чтобы посмеяться над нами! Брось, мафия! Он не стал бы устраивать розыгрыши здесь! Чем могу помочь, ребятки? Ну, мафий, что я говорила? Никаких розыгрышей Ника тут нет! Розыгрышей? Ника? О, боже, конечно, нет! Наоборот, мы его выбрали сотрудником месяца прямо в первый день работы! Ника? Нашего Ника? Что-то тут не так! Говорю вам, он даже нашел в лесу очень рядкое и неуловимое животное цветастую Чебару! Ник как раз отправился снимать ее на видео! Все ясно! Эта Чебара его и схватила! А-а-а! Я должна ее увидеть! Скажите, а она опаснее, чем медведь? А-а-а! Что такое медведь? О-о-о! Чебара и правда очень опасна! Кому скинуть фотку? Можно мне? Вот! Это единственная фотография! Когда Чебара пугается, она выпускает струю странного зеленого вещества! А-а-а! Что-то вроде наших скунзов! Ну, Ник, наверное, какое-то время будет вонять! Но это не страшно! О, все гораздо хуже! Попавший под струю превращается в растение! А-а-а! Да вы что? Надо спасти Ника, пока он не превратился в какой-нибудь кабачок! Постойте! Это еще не все! О! Ник! Ник! Где ты? Пастилен лайков обеспечен! Ой! А это не кепка Ника! Ой! 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 Прошу прощения! А вот это... точно кепка Ника! О, нет! Струя Чебары превратила его в фикус! Ник! Ты меня слышишь? Матхи, не ори! Ты напугаешь цветастую Чебару, и она превратит нас в растение! Вот! Ника она уже превратила! А-а-а! Это? Ну да, похож! Ник! Алло! Нельзя оставлять Ника здесь! Прости, друг! Дурацкий был спор! И, кстати, некоторые из твоих розыгрышей мне даже нравились! Серьезно? Ну да! Ледненький! Да ладно! Все будет хорошо! Мы выясним, как превратить Ника обратно! Ой! Это рычит... Ч-Ч-Чебара! Ребята, замрите! Может, она пройдет мимо! О, привет! Это главный зоолог! Я не успел вам сообщить! Чтобы вернуть превращенного в растение в прежнее состояние, надо либо снова напугать Чебару и использовать ее зеленую струю повторно, или... Снова напугать! Цветастая Чебара! Сейчас же преврати Ника обратно! Иначе... Всем привет! Ник! Ты живой? Что-то я не поняла! А как же этот фикус? Да это был розыгрыш! Видели бы вы свои лица! Да ты издеваешься! Ник! Я так и знал, что все это подстроено! Что? Да вы бы никогда не узнали, как серьезно я отношусь к работе в заповеднике, если бы я вас не выманил сюда! Я правда нашел Чебару! Можете спросить главного зоолога! Ну, допустим. Но ты все равно должен попросить у меня прощения! Ха! Ни за что! Ты сам сказал, что тебе нравятся мои розыгрыши! Я же слышал! Только потому, что я расстроился! Реши, что ты стал фикусом! И для справки, лучше бы ты им действительно стал! А-а-а! Ребята! Может, пойдем, пока не появилась настоящая Чебара и не превратила нас всех в петрушку? Ой! А это что? Какая хорошенькая свирушка! Хочешь кокетку? Какая прелесть! Держи! Девочки, осторожно! Это и есть... А-а-а! Это цветастая Чебара! И вы ее напугали! А-а-а! 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 Мафи! Нет! Ребят, кажется, я придумала, как ее успокоить! Лишь бы она не брызнула! Эй! Хочешь еще вкусняшку? Ну, как нам превратить мафию обратно? Как и говорил главный зоолог, надо, чтобы кактус опрыскали зеленой пакостью, и он станет прежним мафией! То есть, надо ее снова напугать? Ага! Ой, как не хочется! Эй! Рррр! Ха-ха! О-о-о! Она нас больше не боится! Видимо, она к нам привыкла! Ну, давай, малыш! Ррр! Ну, ну, выпусти струйку, я отдам тебе последнюю конфету! Ну, вот! Ни чабары, ни конфет! А-а-а! Ну, зачем я устроил новый розыгрыш? Вечная мера, не знаю! А-а-а! А вдруг мафия теперь навсегда останется кактусом? Или вообще завянет? А-а-а! Кто там? О! Главный по животным! А вы знаете, что ваш способ не работает? И второй раз чабару не напугать! Ха-ха-ха! Вижу, вы не дослушали мое сообщение! Или можно несколько дней позаботиться об этом растении, как о самом близком друге! И тогда оно снова станет тостлем! Хорошо выглядишь, мафия! О, уже и цветочек появился! Поправляйся, мафия! Ой! Прости меня, мафия, я был неправ! Обещаю, когда ты снова станешь прежним, я перестану тебя доставать своими розыгрышами и шуточками! Я сделала все, что могла! Пока, тостли! Пока, Соня! Соня, пора домой! Даже если твой друг колется, как кактус, дай ему побольше тепла! А? Вот такая история! Поэтому я написала своему другу Максу и попросила прощения, что спорила с ним! А вот что я отвечу на вопрос Суниты из Мумбаи! Больше всего на свете меня радует, когда Хэппи Стоунс выпускает новую песню! Вот так! Пока, рука! Планетарная разборка Привет, народ! С вами Соня! Вы не поверите, что я узнала о тостли на этой неделе! Все началось вчера, когда я вернулась домой поздно, потому что... Тебя оставили после уроков? А что случилось, доченька? Мам, я ничего плохого не сделала! Просто рисовала в тетради тостли! А Анастасия как закричит, что я рисую учительницу! И миссис Блендли ей поверила! Ой, какие хорошенькие! И, кстати, совершенно не похожи на миссис Блендли! Ну, ладно! А можно мне тогда в тоствель? Там сегодня состоятся желатиновые старты! Понятия не имею, что это, но звучит круто! Ну, если желатиновые, тогда можно! Повеселись с вымышленными друзьями! Просто не надо больше рисовать на уроках! Соня, надо в тоствель! И когда я попала в тоствель, он буквально разваливался на части! Привет, Соня! Ты цела? Привет, Майя! А что тут у вас происходит? Граждане тоствеля, внимание! Остерегайтесь опасного преступника Тулера! Он разбирает всё подряд по всему тоствелю! Но на это же нужно время! Почему никто не поймал его, пока он что-то разбирал? Он делает всё тайком! Откручивает какую-нибудь деталь, и потом, когда Тулера уже и след простыл, она отваливается! Вот как сейчас! И так уже несколько дней! Спорим? Тулер – это крамбл, который пробрался с тёмной стороны тоственда! А-а-а! Я всегда говорила! Ваша сырная мембрана – слишком ненадёжная защита от крамблов! Точняк! Потому что она из швейцарского сыра! Не думаю, что Тулер – крамбл! Говорят, он выглядит как нормальный тоствель! Ха-ха! Похож на складной ножик с кучей всяких штук внутри! Я хочу услышать всё в подробностях! О, в автобусе! По дороге на желатиновые старты! А то мы опоздаем! Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Смотрите, это же Тулер! Хе-хе-хе-хе! Настоящий мастер розыгрышей! Я должен взять у него автограф! Его розыгрыши заходят слишком далеко! Например… Гигантский пончик падает с билборда и катится прямо на нас? Ну да, мафия, в таком духе! Я не спрашиваю! Я говорю, что вижу! Смотрите! Я иногда бегаю в пекарню за пончиками! Но чтобы бегать от пончиков! Начинать никогда не поздно! Смотрите, мы добежали до стадиона! Надеюсь, успели к началу желатиновых стартов! Внимание! Из-за действий преступника Тулера желатиновые старты отменяются! Вот! А если мы поймаем этого Тулера, отмену стартов отменят? Тогда отмену отменят! Но у вас ничего не выйдет! Вся полиция Тоствеля сбилась с ног, пытаясь его найти! Ребята, мы поймаем Тулера! И как ты предлагаешь это сделать? Легко! Он просто не может удержаться, чтобы не разбирать все подряд! Сделаем приманку! Та-дам! Тоствельский конь своей картонной персоной! Выглядит потрясно! Думаешь, Тулер на это клюнет? О, да! За мной! Эй, Тоствли! Приходите посмотреть на неразрушимую статую! Никому не под силу ее разобрать! Теперь Тулер точно не устоит! Эй, Тоствли! Приходите поглядеть на статую, которую... Никому не разобрать! А Тулер не придет? А может, он нашел для разборки что-то поинтереснее? Например, оливку на шпажке! Не может быть! Оливка на шпажке под круглосуточной охраной полиции! Не сегодня! Девушки отдыхают... Девушки отдыхают... Эй! Привет, Тулер! Приходите! Вы что так напугались? Это же просто большая оливка на шпажке! Ты не понимаешь, это шпажка! Удерживает вместе две половины Доствленда! Эй, Тулер! Слезай, слышишь? Ты что-то задумал! Чего вы так вопите? Я здесь! Если ты Тулер, то кто тогда там? Сам бы хотел знать Я только что вернулся из отпуска Пожалуй, это мне больше не нужно Я же говорил Это Крамбл Что ты делаешь? То, что еще не удавалось ни одному Крамблу Разламываю мир пополам Чтобы темная сторона оказалась сверху Как она заслуживает поправу Мы, Крамблу, устали жить в тени тостлей Поэтому я решил перевернуть нашу планету Темной стороной кверху А зачем ты выдавал себя за тулера И разбирал все подряд Чтобы вся полиция искала именно его А мировую ось оставила без охраны Тот, у кого из попы растут инструменты Идеально подходит на роль разбирателя Во-первых, сейчас было обидно А во-вторых, если отвинтить оливку Половинки планеты просто разлетятся в космосе В разные стороны Да? Серьезно? А вот об этом я не подумал Ах, вовремя мы вылезли Ребята, а где попкорн? Попкорн! 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 Живой! Ладно, пока! И это... Извините, что так вышло! Должен быть способ это остановить Надо что-то накрутить на шпажку вместо оливки И заново стянуть половинки планеты А гигантский пончик подойдет? Все-таки мочная, очень тяжелая еда О, нет! Маффи, ты чего? У Пончика же нет резьбы Мы не сможем накрутить его на шпажку Ой, прощайте, ребята! Вы были отличными тостлями! Даже ты и Соня Хоть ты и не тостль Оставьте прощание на потом Сейчас Туллер всех спасет А заодно починит свою репутацию Я нарежу резьбу Готово! Скорее! Крутите все дружно! Че встали? Не идет! Застряла! Эй! Маломощные тостли! Ну-ка подвиньтесь! Ты решил нам помочь? Ну, не могу же я смотреть, как мир разваливается на части По твоей вине Ну, это уже детали Навались! Ура! Ура! Ой, теперь мне точно пора Желатиновые старты в самом разгаре! Какая борьба! Кто же будет победителем? Безумно захватывающе! То есть мы спасали мир только для того, чтобы Ник смог хорошенько воспаться? Это самый скучный вид спорта в Тоствеле. А ты не знала? Могли бы и предупредить. Знаете, я, пожалуй, пойду. Сони, пора домой! Сваливая вину на другого, становишься виноватым вдвойне. Да, к сожалению, я не могу фотографировать в Тоствеле, потому что ни один смартфон там не работает. И Тоствле я просто рисую. О, сообщение от Анастасии. Она все равно не верит в Тоствель. Но зато ты поняла, что я рисовала не учительницу. Тогда скажи ей об этом завтра в школе. И отвечаю Энрике из Мехико. Видосы Хэппи Стоунс я, к сожалению, тоже не могу скачивать. Ну, пока рука! Чёрный джем. Чёрный джем. Это такая скукота! Восемь, а не десять. Надо точно подсчитывать, сколько и чего у нас осталось. На нашей улице полно магазинов. Если что-то закончится, можно просто пойти и купить ещё. А, как говорила твоя бабушка, жизнь штука непредсказуемая, и лучше быть готовым ко всему. Семь. Ладно, мы почти закончили. Можешь идти играть. Ура! Майи, нужна была моя помощь со съёмкой нового видео на миллион просмотров. О, нет. Осталась последняя ложка. Надо раздобыть ещё, пока буду там. Сони надо в Тоствель. Эй, Майя, что за переполох из-за нового видео? Привет, Суня. Мне наскучили эти банальные блогерские штуки. Фотки еды, уроки макияжа. Я хочу попробовать что-то новое. Круто! И что ты задумала? Приключения! Я тут узнала, что в радужных землях встречается радуга-предсказательница. Хочу быть первой из Тоствли, кто заснимет её предсказание. Шикарная идея! Но сначала... Мне нужно в кондитерскую господина Литур за розовым джемом. Если я не раздобуду ещё банку, я больше не смогу сюда вернуться. Серьёзно? Окей. Но нам нужно скорее найти радугу-предсказательницу. Если я не сниму её на видео первой, Тоствли вообще перестанут смотреть мой канал. Я понимаю, мы мигом. Здравствуйте, господин Литур. Это Соня. Ой. Кондитерскую что, ограбили? О, нет. Ботинок господина Литу. Неужели его похитили? Может, у господина Литу закончились средства для уборки, и он пошёл купить ещё? Слушай, нам правда пора. Иначе мы опоздаем на последний автобус в радужные земли. Подожди. Я наскребу немного джема. О. Фу. Судя по запаху, он испортился. Ну, пока придётся обойтись этим. Соня, автобус! Я так и знала, что мы опоздаем. Теперь нам ни за что не успеть. Майя, обещаю, мы первыми отыщем радугу. Дай-ка подумать. О, хлебница и магниты, прямо как у меня. Каждый магнит обозначает какое-то место в Тоствленде. А вот этот похож на радужные земли. Нужен только джем. Соня, он почернел. Это не к добру. Твоя подруга права. Чёрный джем непредсказуем. Спасибо, конечно, но вы вообще кто? Я друг. С испорченным джемом навигационные магниты будут работать совсем не так, как нужно. Знаете, мои родители запрещают разговаривать с незнакомыми. Так что... Соня и Майя надо в радужные земли. Соня, мы же по ту сторону сырной мембраны, на тёмной стороне Тоствленда. Не такое приключение, я задумывала. Соня, держу, держу, держу. Этот джем непредсказуем. Походи-ка, смотри. Господин Литу, это же он? Пошевеливайся, Литу. Нам нужен джем. Наш отряд пристрашных почкунов готов пробраться в Тоствель и заляпать там всё вдоль и поперёк. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. О, о-о-о. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. О, но понимаете, мне как-то непривычно готовить на чужой кухне. Просто свари джем и быстро. Или спущу тебя в ходячий унитаз. Ой, нет, только не это. Мы должны это остановить. Нужен план. А вот тут могут пригодиться непредсказуемые свойства испорченного джема. Знаете что, я бы, может, и поверила вам, если бы знала, кто вы такая и почему нас преследуете. Ха, позже объясню. А сейчас, Соня, только вы двое можете предотвратить беду. О, а разве мы знакомы? Это как-то неожиданно. Жизнь – штука непредсказуемая, и лучше быть готовым ко всему. А, где-то я это уже слышала. Добавь черного джема в кастрюлю крамблов, и ты сорвешь их планы. О, окей, я попробую. Майя, отвлеки крамблов. Как? Если они меня увидят, то сразу арестуют за то, что я тостер. А ты побудь немножко крамблом. А откуда вы знаете, как меня зовут? Эй, куда вы подевались? Привет! Можно я сделаю фото с такими важными крамблами? Чё? А? Это зачем? Ты что, типа крамбл-репортер? Эээ, да, я, это он, репортер из журнала новинки «Крамбл Кухни». Мне непременно надо сделать фото с вами и вашим изумительным новым блюдом. Улыбочку. Господин Лиду, это я, Соня. Я пришла вас спасти. Соня, спасибо. Но я не могу уйти, оставив тут розовый джем. Ведь тогда крамбл телепортируется на светлую сторону. О, этот джем испорченный. Вот именно. И он испортит им все планы. А? Ты не из новинок, крамбл-кухни. Ты коварный тостер-лазучек. А ты что тут делаешь? Взять их! Какого чёрта вы сюда приперлись? Скажите им, что джем готов. Девочки просто помогали мне на кухне. И вот, джем готов. Пахнет как-то странно. Не выдумывайте, нормально пахнет. Вам надо высморкаться. Давай. Крамблам надо в доствель. Мы кидарим атмосферу. Спасите. Я больше не буду. О, нет. Только бы никто не нажал на смык. Ну и гадость эта, джем. Как мы теперь попадём домой? А, я всегда ношу с собой небольшой запас розового джема. На всякий случай. Господин Литу и его друзьям надо в кондитерскую. Да, не слабая предстоит уборка. Майя, я чуть не забыла про радугу-предсказательницу. Но нам к ней уже никак не попасть. Не-не-не, к счастью, крамблы не нашли мой секретный неприкосновенный запас. А, спасибо. Можно? Предсказываю. Майя, тебя и твою лучшую подругу ждёт множество невероятных приключений. О, гениальное предсказание. И кто бы мог подумать. И снято. Мы первыми сняли на видео радугу-предсказательницу. Спасибо, Соня. Я знала, что на тебя можно положиться. О, а вот и мой автобус домой. Пока! Пока, Майя. Соня, пора домой. Как говорила моя бабушка, жизнь штука непредсказуемая, и лучше быть готовым ко всему. Так что теперь я всегда проверяю запас джема, чтобы не влипнуть. Но всё-таки странно, откуда эта таинственная незнакомка знала любимую поговорку моей бабушки? А, Фути из Габароны спрашивает, каков чёрный джем на вкус. Поверь, Фути, лучше тебе не знать. Ну, пока, рука! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»